Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим с вами решение Приморского районного суда города Санкт-Петербурга в пользу кооператива Bestway. Итак, это постановление, датированное 15 июля 2022 года, город Санкт-Петербург. Давайте ознакомимся. Судья Приморского районного суда Санкт-Петербурга-Лозовой Д.Ю. Пресс-секретарей Ясинской А.В. С участием прокурора Никитина Ф.Н. Представителя ПК Bestway адвоката Путриша С.В. Рассмотрев в открытом судебном заседании постановление руководителя следственной группы, следователь по ОВД-2 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сапетовой ЕА о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество по уголовному делу номер такому-то Установил Уголовное дело возбуждено 19 октября 2021 года вторым отделом следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении неустановленных лиц по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 172.2 УК РФ которые в дальнейшем переквалифицированы на четвертую часть статьи 159 УК РФ Срок предварительного расследования последовательно продлевался 12 июля продлен руководителем следственного органа до 12 месяцев 00 суток до 19 октября 2022 года По версии органа следствия с 29 мая 2014 года Василенко РВ, Василенко ЕА, Чайчук ЕО, Короткевич ВГ, Шапошникова МВ, Ильяшенко АЕ, Иконникова ВН, Шаповалов АЕ, Высоцкая АА, Соловьева ЕГ, Григорьева АС, Измайлов МВ и иные неустановленные лица действуя в составе организованной группы лиц под общим брендом Life is Good используя учрежденные и подконтрольные им организации потребительский кооператив Bestway ИНН 781 461 315 0 до 20 февраля 2021 года жилищный кооператив Bestway далее по тексту ПК Bestway расположенный по адресу город Санкт-Петербург, проспект испытателей, дом 39, литер А сетью офисов, расположенных на территории города Санкт-Петербурга, Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации иностранную компанию Гермес Менеджмент ЛТД иные юридические лица незаконно получили денежные средства от физических лиц пайщиков ПК Bestway клиентов Гермес Менеджмент ЛТД в том числе школьник НВ на сумму более 9 миллионов рублей в особо крупном размере под предлогом улучшения жилищных условий заведомо не имея возможности и намерения исполнить принятые обязательства 16 февраля 22 года денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ПК Bestway признаны вещественными доказательствами 16 февраля 22 года потерпевшая школьник НВ заявила гражданский иск на сумму 2 миллиона рублей признана гражданским истцом в ходатайстве следователь просит разрешить наложение ареста на имущество ПК Bestway расчетный счет номер такой-то открытый 19 июня 2014 года и обслуживаемый в дополнительном офисе номер 9055-016-88 Северо-Западного банка по Осбербанк по адресу город Санкт-Петербург Комендантский проспект, дом 30, корпус 1 на котором по состоянию на 15 февраля 22 года находится 1 миллиард 367 миллионов 60 тысяч 356 рублей 43 копейки возложив запрет пользоваться и распоряжаться денежными средствами на счете Итак, еще раз простыми словами следователь просит разрешить наложение ареста на расчетный счет на котором 1 миллиард 367 миллионов то есть на момент данного разбирательства средства на данном счете не были арестованы насколько я понимаю если бы они были арестованы то не было бы смысла в подобном ходатайстве читаем дальше ходатайство мотивировано тем что привлекаемые денежные средства пайщиков ПК Быствей и клиентов Гермес Менеджмент ЛТД зачислялись участниками организованной группы на банковские счета подконтрольных им организаций созданных исключительно с целью совершения хищения доступ к счету и дистанционному управлению им право финансовой электронной подписи имеет Василенко РВ и Шапошникова МВ прокурор Никитин ФН настаивал на удовлетворении ходатайства которое считал законным и обоснованным представитель представителя ПК Быствей ну такая странная формулировка представитель представителя ну допустим адвокат Путриш С.В. возражал считал ходатайство незаконным и необоснованным указал о явной несоразмерности ущербу имущества на которое просят наложить арест следователь выслушав участников судебного заседания проверив материалы суд приходит к следующему согласно положениям ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска взыскания штрафа других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества указанного в части 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ судом по ходатайству следователя может быть наложен арест на имущество подозреваемого обвиняемого или лиц несущих по закону материальную ответственность за их действия из представленных для судебной проверки материалов яствует что 3 марта 22 года Василенко РФ предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ по версии органа следствия действиями Василенко РФ причинен материальный ущерб на сумму 9 млн. рублей 16 февраля 22 года потерпевшая школьник НВ признана гражданским исцом на сумму причиненного ей ущерба в размере 2 млн. рублей согласно сведениям УФНС России по Санкт-Петербургу от 19 июля 2019 года номер 273344312 Василенко РФ является руководителем ПК Бествей Вопреки мнению представителя кооператива представленные доказательства являются достаточными для вывода об обоснованности ходатайства о наличии оснований наложить арест на денежные средства ПК Бествей находящиеся на расчетном счете по ОСБЕРБАН Санкция части 4 статьи 159 УК РФ в совершении которой обвиняется Василенко РВ предусматривает в качестве дополнительного вида наказания штраф до 1 млн. рублей В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 года номер 19 о практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий связанных с ограничением конституционных прав граждан ст. 165 УПК РФ в случае заявления ходатайства о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа или для обеспечения гражданского иска судам следует учитывать что стоимость имущества, на которое налагается арест не должна превышать максимального размера штрафа установленного санкцией статьи особенной части УК РФ либо должна быть сразмерна причиненному преступлением ущербу в связи с этим судья вправе принять решение об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на соответствующую по стоимости часть имущества вместе с тем при определении соразмерности стоимости имущества на которое возможно наложение ареста размеру инкриминируемого материального ущерба и суммы возможного штрафа заслуживают внимания довода адвоката Путрише СВ о том, что в рамках данного уголовного дела ранее были наложены аресты на иное имущество ПК Бествей Так, 4 марта 2022 года Смольнинским районным судом города Санкт-Петербурга было разрешено наложение ареста на безналичные денежные средства в АО СМП Банк на сумму более 650 миллионов рублей а 14 марта 2022 года Приморским районным судом Санкт-Петербурга в ПАО Банк Санкт-Петербург на сумму более 1 миллиарда рублей При таких обстоятельствах объем денежных средств ПК Бествей на расчетном счете ПАО Сбербанк значительно превышает размер причиненного ущерба 9 миллионов рублей и максимальный размер штрафа предусмотренный за данное преступление в качестве дополнительного наказания Поэтому ходатайство не подлежит удовлетворению ввиду его необоснованности на основании изложенного и руководствуясь статьей 165 УПК РФ суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства руководителя следственной группы следователя по УВД 2-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу Ленинградской области Сапетовой разрешить наложить арест на имущество потребительского кооператива Bestway безналичные денежные средства в сумме 1 миллиард 367 миллионов 60 тысяч 356 рублей 43 копейки находящиеся на счете таком-то открытом и обслуживаемом в дополнительном офисе Северо-Западного банка по ОСБЕРБАНК номер такой-то по адресу Санкт-Петербург Комендантский проспект дом 30 корпус 1 а также на все денежные средства которые будут поступать на данный банковский счет в последующий период с момента наложения ареста постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения через Приморский районный суд города Санкт-Петербурга судья Д.ю. Лозовой А сейчас давайте подведем резюме данного решения суда простыми словами Следователь Сапетова ЕА обратил их в суд с ходатайством разрешить арест счета ПК Bestway на котором находится средство 1 миллиард 367 миллионов 60 тысяч 356 рублей По версии следствия действиями Романа Василенко причинен вред на 9 миллионов рублей то есть сумма на счете в 157 раз превышает сумму ущерба суд принял решение что ходатайство не подлежит удовлетворению ввиду его необоснованности конечно пайщики кооператива Bestway могут порадоваться данному решению и приветствовать его тем не менее в приговоре упоминается например что средства кооператива в СМП банке остаются арестованными 650 миллионов рублей а также в банке Санкт-Петербург более 1 миллиарда рублей поэтому с одной стороны суд отклонил ходатайство следователя по поводу ареста 1 миллиарда 360 миллионов но при этом остальные средства на других счетах остаются арестованными пожалуйста напишите ваше мнение в комментариях считаете ли вы решение суда правомочным и обоснованным особенно интересует ваше мнение если вы являетесь юристом ну а я если будут какие-то новости обязательно проинформирую в следующем видео следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить добавляйтесь также в нашу группу в Телеграме с вами на связи был Андрей Жариков всего доброго Глобал Стар Клаб возможности безграничны субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok